Ребята, я просто утырок, просто утырище такое, что вы просто себе не представляете. Я всех приветствую, ребята. Я уже записал видосик, который вот выйдет сегодня. Я записываю после того, как я записал видео, ещё одно видео, чтобы показать вам новенькие продукты. Потому как я заболтался и сказал, что я покажу продукты, но я не показал. Я постараюсь вставить этот фрагмент видео в начало. Это видео вообще основного в целом. Я эти два кусочка как-то постараюсь слепить. Короче, ребят, давайте наконец-таки покажу два продукта, этих которых открылись у меня новенькие на 94 уровне. Это блины с бананами. Вот как вы видите, вот как они делаются. Блин, какой аутырок. Ну ладно. Один банан требуется, три пшенички, одна сметана и две ежевики. Дальше идём. Дальше следующий, последний продукт это варенье. Ну, точнее, джем. Это сливовый джем. Соответственно, сливы открылись. И для этого требуется, конечно, три сливы. Четыре часа пятнадцать минут. Вот, я немножко готовлю. Четыре штучки уже есть. И всё прекрасно. А вот сливы растут. Так что, вот такие, друзья. Я как бы перехожу в новенькое видео. Всё, всем приятного просмотра. Я всех приветствую, дорогие друзья. И добро пожаловать в новенькое видео про Хейдей. Добро пожаловать также на мой канал. И в этом видео хотелось бы поговорить про очень хорошую и очень интересную новость. Потому как у меня практически скоро, может быть, через пару дней, может быть, даже сегодня, может быть, завтра, а может быть, на тот момент, когда вы уже смотрите это видео, уже на моём канале собралось две тысячи подписчиков. И я бы хотел сделать небольшой сюрприз именно для вас. В этом видео я всё расскажу, всё покажу. Также, да, меня просили показать новенькие продукты, которые открылись у меня на девяносто четвёртом уровне. И я два видео подряд забыл их показать. Ну, могу так сказать, там ничего такого сверхинтересного нету. Но я покажу, я обещал, и я покажу. И в этом видео я расскажу, что за будет за розыгрыш. Что нужно будет там сделать, да. И когда наберётся две тысячи подписчиков, я этот розыгрыш организую. Вот, так что, ребята, проверьте, подписаны ли вы на канал. Проверьте, поставили ли вы лайк на это видео. Потому что это тоже будет обязательным таким шагом, чтобы участвовать в розыгрыше. А самое главное, нужно подписаться на мой канал. А также там ещё будут некоторые такие правила, для того, чтобы можно было участвовать в розыгрыше. Ну что ж, начнём, ребята. Давайте так сделаем. Ещё осталось немножко подписчиков. Если вы их добиваете, сразу же, ну практически, я постараюсь, короче, в тот день, когда у меня будет две тысячи подписчиков, постараюсь я снять для вас видосик и рассказать про розыгрыш. Розыгрыш будет, ну смотрите, недавно я разыгрывал сто тысяч монет. Давайте, вот пока что я вот здесь рассказываю, буду закрывать кораблик, чтобы не запёздываться так сильно. Ну, я сейчас быстренько закрою, буду что-то делать и, соответственно, одновременно разговаривать. Вот. Смотрите, раньше был розыгрыш на сто тысяч монет. И что могу сказать? Ну, прошёл успешно, розыгрыш прошёл успешно и вручил я победителю сто тысяч монет. Давайте поднимем планку выше. Планку поднимем выше и я хочу вот так вот по нарастающей. Давайте сейчас будет двести тысяч монет. Конечно же, это может быть немного, но всё же какая-то копеечка для кого-то может быть очень даже приятной такой вот как бы бонусом, выигрышем. Ну, если опять же кто-то выиграет из вас. Пусть будет двести тысяч монет, да. В дальнейшем будут опять же розыгрыши и я думаю, там будут суммы намного выше. А пока что давайте двести тысяч монет. Ну, что ж, ребята, я в этом видео не хочу, конечно, вот говорить. Это я вас просто предупреждаю к тому, что когда будет две тысячи на моём канале, я в тот же день выпущу видео и расскажу, как нужно участвовать. Ну, я вам уже сразу же сейчас скажу, что если у вас нету сорокового уровня, по-моему, или нет, подождите. Я потом ещё уточню этот момент, потому что кольца, кольца с бриллиантом. Я постоянно перекидываю монеты кольцами с бриллиантом. Ну, конечно же, если у вас будет уровень выше, соответственно, я не помню какой, может быть там 54 уровень открывается, одеяло, либо 50 какой-то там с чем-то. Если у вас будет выше уровень, то можно было, будет, конечно, одеялами перекидывать, потому что ими очень даже быстро. 10 сидел, 10 тысяч и так 20 раз перекинул. Вот. А кольцами, почему кольцами? Потому что это самый доступный такой вот материал, которым можно очень быстро и эффективно перекидать монеты. Так что, если у вас не будут открыты кольца, то, соответственно, я буду победителя какого-то другого выбирать с правильным вариантом ответа. Вот. Как я делал в прошлом розыгрыше. Так что, вот так вот, ребята. Я вот потом уточню этот момент и скажу, с какого уровня можно участвовать. Так что вы пока что у меня нету 2000 подписчиков. Вот. Пока еще не дошли до этого. Можете качаться, и чтобы у вас там был, ну, какой-то там приличный уровень. Ну, если 20-ый, у вас сейчас 30-ый, вряд ли вы добьете до того момента, как я буду делать розыгрыш какой-то там 40-плюс уровень. Ну, да ладно. Просто играйте, старайтесь, и потом я расскажу все правила, и я надеюсь, что кто-то, да, выиграет, и кому-то я сделаю приятно. Да, друзья. Так что, вот такие вот дела. Давайте подписываемся, и скоро все будет. Давайте зайдем в фармпасс. Вот какие у меня задания попались. Это поймать раков. Вообще на изи. Я уже за сегодня два раза собрал. По четыре штуки. Осталось еще две. И получу 50 лапок также собирать ягоды с кустов. А давайте сейчас. Ну, это не кусты, это я сейчас лимончики соберу. Подождите секунду. А сейчас перейдем. Ага. Ну, да, перейдем. Конечно. Так, что можно продать? Можно лук продать, а также хотел сделать чаек. Готовьте чаек и погнали, как говорится. Да, Дима Гордеев, здравствуй. Да. Так, латук. Латук продам и картоху продам. Давайте еще вот здесь соберу вот это самое. Вот, отлично. Лимоны нужно собрать с кустов. Значит, с кустов. Что у меня здесь есть с кустов? Малина есть. Малину можно собрать. Также, также можно собрать какао-бобы, а можно собрать еще малину. Давайте какао-бобы соберу. Изи. Выполнил задание. 50 лапок. И до какого я дойду рубежа? Скорее всего, заберу сейчас Тома. Да. Тома я забираю. И это, конечно же, он на 5 звезд, да? Ну, конечно же, мой пупсик. Иди сюда ко мне. Вот. Тома забрал. Потом я поймаю раков 10. Это сегодня. Также выполню это задание. Заберу, скорее всего, 63 тысячи опыта. Может быть, я подожду. На видео заберу. А может быть, и не на видео заберу. Не знаю. Как мне захочется. А также покормить коз нужно 36 раз. Ну, вот почему. Почему коз именно? Потому что у меня их очень мало. Вот из-за этого я не очень доволен этим заданием. Потому как у меня только их 4. А больше у меня их нет. А спросите, почему так? А вот... Хер его знает. Ну, это реально. Ну, это не покупаю я коз. Вот у меня даже загон еще 2 можно купить. А я вот не покупаю. Ну, потому как нету места. Нету места, куда это все пихать. А козы мне так сильно, как остальные животные. Например, вот свиньи, коровы и овцы. Они мне не так уж и важны. Так что я их и не покупаю. Ну, ладно. Думаю, как-то за недельку выполню это задание. Вот так вот потихоньку буду выполнять. Вот так вот по ступенечке. 4. Завтра 4. Сегодня 4. Потом 8. Я думаю, она собирается 36. Или сколько там надо? Да, 36 раз покормить. Давайте зайдем в долинок на... В долинок? А, ну да. Конечно, в долину напоследок выпадает девяточка. Кстати, странно, странно, что мне выпала девяточка. Потому что постоянно шестерки сыпятся. Вот так вот просто берут и сыпятся шестерки. У меня это иногда начинается вот такая вот небольшая вот... Ну, как бы это самое, как это называть. Короче, не хочется играть в эту долину. Потому как их постоянно сыпят херню. Очень мало топлива. Короче, здесь я все рассказывал, все показывал в предыдущих видео. Что я здесь заберу? Здесь я пока что не буду ничего забирать. Ничего интересного нет. Конечно же, я коплю на корову с кренделем. Да. Я ее заберу и... Ну, надеюсь, что я заберу. Вот зарабатываю жетончики и так далее. У меня грузовик ломается очень... А куда он едет? А... Подожди. А вот скажите мне, пожалуйста, а кто здесь за рулем сидит? Вот кто здесь в этой машине вот за рулем сидит? Вот на моем месте, вот вы посмотрите. Вот этот чудик, вот этот чучело, нахуй, вот этот инвалид вот этот вот сидел за рулем. И я вам сказал, вот с этого здания нужно переехать в это здание. Он взял, просто вот так вот взял, вот тут ехал, вот здесь ехал, вот так вот, еще поворачивал 10 поворотов, опять завернул и приехал сюда. А можно же сделать все намного проще. Можно бы просто отсюда пару метров проехать и остановиться здесь. В чем прикол? Я не знаю. Да. Может быть, я что-то не понимаю. Ну, зачем просто? Нахуя? Главное, зачем? Как говорится. Ладно, выходим с долины. Давайте, напоследок, заберу награды. Получаю сироп. Следующая награда, получаю лопату. Так что, вот такие вот, друзья, ребята. Добиваем 2000 подписчиков. С меня новенькое видео, с меня розыгрыш. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока, друзья.